За каждой гениальной идеей стоит женщина Золотые слова Твою мать, как же классно я это сказала Как же я гениальна Как закрутила Я умею это делать Ты мне нравишься определенно Вот я дура не знала, а Макс, зачем тебя на наркоту подсадила? В детстве я себя и считала мальчиком Я не могу на тебя смотреть в таком сексуальном образе А какая же ты в постели, мать? Ты знаешь, ты там мужик, просто он тебе не нужен Почему сейчас берут какашку И что-то пытаются изобразить, что это алмаз? Потому что people have it Танька, сними, покажи сиську Подними мне рейтинг Подними мне рейтинг Что-то Прель такая неугомонная Здравствуйте, прелестники и прелестницы С вами я, ваш психолог Светлана Прель А ко мне прискакала сама Татьяна Скаковская Она главный редактор журнала Блог Мэгазин И блогер, как она считает А мы посмотрим, блогер она или нет Я сейчас все проверю Я только учусь Танюха, а что ты, вот фамилия у тебя клевая Это твоя фамилия Скаковская? От папы досталась Вот правда, она тебе подходит Ты так скачешь на красной дорожке Скачешь, а чего боишься не успеть? И без красной дорожки тоже Да, да, а чего боишься не успеть? С детства такая, с детства В школе скакала, до школы скакала, всегда везде скакала И вот это по жизни продолжается Видимо, как корабль назовешь, так он и поплывет Я думаю, что ты из этой серии Если я прель, можно предположить, что я прелесть Ты вообще согласна с тем, что женщина, у которой вот такие БДСМовские босонушки Она очень такая прелестная Я согласна Согласна А ты вот такая, если у тебя цветочки, то ты прям девочка-девочка Мне нам просто поменяться надо Смотри, у нас с тобой маникюр такой прям В общем, получается, я в тренде, да? Очень А еще у меня пиджачок, как у тебя Ой, вот ты прям очень в тренде Я очень И смотри, ремешок тебе вот такой А что ты меня так нарядила? Тебе, во-первых, очень идет Ну, как красавица, во что тебя не одень, все к лицу Не, ну вот это, правда, мне стиль такой очень понравился Тебе очень красиво Да, и что это? Это же твой супруг, да, я так понимаю? Да, он выпускает костюмы Точнее, изначально он их не выпускал Просто я на самые важные встречи раньше одевала его костюмы Пока он не видит Слушай, прикольно, то есть девчонки не только после секса рубашки от мужиков надевают Вот, кстати, это я не делаю А ты пошла дальше, ты костюм его спела Я знаешь, как делала? Я раньше, когда на встречи ездила со взрослыми дядьками И все на меня смотрели, и все начали ко мне приставать И ты говоришь с ними о делах, а они хотят тебе приставать И я такая, блин, надо сделать так Я одевала костюм мужа И говорю, мой муж опаздывает, но он сейчас приедет Ты мужем пугала? Да, и вот я заметила, что мужчины начали вести себя по-другому И я стала это делать очень часто И когда уже мы в браке были два года Я говорю, слушай, я так стаскаю все твои костюмы, давай уже шить Потому что я все его костюмы одеваю А я-то думала, что хотела, знаешь, вопрос тебе задать Почему мужики так хотят нарядить нас в мужские вот вещички, да? Это вообще с моей стороны, кстати А это, видишь, все-таки за каждой гениальной идеей стоит женщина Золотые слова Давай еще раз повторю их Мне самой понравилось А у тебя есть какие-нибудь такие вот фразочки, которые ты сказал и думаешь Твою мать, как же классно я это сказала Как же я гениально Какая же я сексуальная, гениальная, Танечка Скаковская Слушай, ну прям, я не знаю, наверное, так сейчас не вспомню Но я знаешь, что люблю делать? Всех нас воспитывали, все наше постсоветское пространство Пословицами, поговорками Без труда не вытащишь рыбку из пруда и тому подобное Я очень люблю вот эти как раз-таки фразы Которые нам говорили родители, бабушки, дедушки Я люблю их анализировать и делать выводы, правда или нет Вот, допустим, без труда не вытащишь рыбку из пруда, это правда Но вот много хочешь, мало получишь, это чистая ложь, понимаешь? Извини Вот много хочешь, мало получишь, это чистая ложь, правда Почему? Потому что много хочешь, получишь половинку На себе проверяла Мало хочешь, получишь половинку мало Понимаешь, чуть-чуть совсем получишь То есть вот это то, что я хочу, допустим, я не знаю, какой-то там огромный проект. Если я просто в сумасшествии там придумываю какие-то нереальные вещи, частично я этот проект реализую, наполовинку. Но если я хочу вот прям чуть-чуть, вот это чуть-чуть я делю напополам, и ровно столько я успею реализовать, понимаешь? Слушай, короче, мечтать надо с захлестом, да? Мечтать, блин, ребята, это вообще это... Проснулся, помечтал, завтра, кажется, зубы чистишь, помечтал. То есть мечтать нужно постоянно, всегда и везде, потому что про мечтах мы не ограничены, понимаешь? Про мечту можешь свою рассказать на сегодняшний день? Нет. А почему перед съемками ты сказала, я тебе говорю, Танюк, даже если пукнешь, я не вырежу, даже если ты мужик, выяснится в процессе разговора. Я сказала, жаль, что я не мужик. А ты сказала, к сожалению, я не мужик. Вот это, знаешь, мы психологи очень любим цепляться в словечки. Почему? Да, говорочка по Фрейду. Ну, какие рейтинги бы были. Да, тебе хотелось когда-нибудь мужчиной быть? Вот представь, как они вообще воспринимают... Я скажу, что в детстве я себя и считала мальчиком. Считала мальчиком? Очень даже долго, до лет, наверное, восьми или девяти. Вот видишь, оговорка. И у меня на улице были все мальчики, все мои соседи, все мальчики, и вообще не было девочек. Я ими всеми руководила и говорила, что я самый главный пацан на этой улице. Вот это интересно. А что, твой папа хотел мальчика? Да, у нас шестеро в семье, у нас есть и мальчики, и девочки. У нас четыре девочки, и два мальчика. Из многодетной семьи? Да, у нас очень большая семья. Это особая психология, на самом деле, детей, которые в многодетных семьях... Так, это интересно. Это очень интересно. И если ты придешь ко мне на консультацию, поговорить об этом и о том, а о том дороже, я всегда тебя... Ты вот прям меня заинтересовала сейчас. Это я умею делать. Слушай, по поводу журнала «Блог-магазин». Ходят слухи, ну, в приличных передачах слухам не верят, а у нас передача приличная, я слухам не верю, но проверяю из первого источника. А как закрутила. Я умею это делать. Ты мне нравишься определенно. Ну, у нас любовь взаимная, да. Слушай, Таня, вот смотри, какая история. Говорят о том, что ты бывшая стриптизерша, и... А, это нет. Да подожди. Блин, я просто вот так люблю ходить без одежды. Ну, подожди. Да, я это говорю, интересно же, что ты бывшая стриптизерша, и что Макс тебя подсадил на наркоту, поэтому ты скачешь. Вот откуда... Теперь вопрос, внимание, вопрос. Откуда рождаются эти слухи, и почему? Слушай, ну, слух неверный, сразу скажу. Я раньше танцевала гоу-гоу, но гоу-гоу и стриптиз – это совершенно разные вещи. Ну, с твоей попой можно танцевать баллы, все равно это без стриптиз. Я с детства экс-бессионистка, я не люблю дома ходить в одежде. Для меня вот это вот все, это просто нужно так делать, потому что такие законы, так принято, потому что неприлично. А так голо бы ходила? Вообще ходила бы без ничего. Ну, честно говоря, я тоже. Я ненавижу покупать одежду, я ненавижу тратить время на магазины. Для меня вот это, я говорю, если бы можно было бы это не делать, отвечай, я бы не делала, понимаешь? И это было бы нереально круто, но я когда построю свое царство-государство, я там сделаю свои законы. Правильно. Значит, это гоу-гоу, это переход или стриптизорша, да? Что ты стриптизорша? Да, и я когда сбежала с дому, а я сбежала с дому, потому что… Прям сбежала, а не ушла? Прям бегом. А чего ты? Ну, потому что я не хотела жить в деревне, а у нас там отучился, отучился в одном месте, иди в другое, там курортная зона, это все вот эти отели, обслуживающий персонал. Это откуда родом ты? Это Боровое, Казахстан, под Астаной, да, и там, если ты хочешь зарабатывать, это по-любому туризм, туризм мне не интересен, ресторанный бизнес не интересен, я хотела в модельное агентство, я хотела в шоу, я хотела танцевать, и я сбежала, я реально сбежала, ночью собрала вещи, то, что там не поместилось в чемоданы, уехала, я скажу честно, мои родители узнали о том, что я не дома, у нас там большой особняк двухэтажный, они меня заметили через месяц только что. Нормально у вас там, да, дома много людей, а я всегда такая была, я постоянно приходила, уходила, приходила, уходила, я в 13 лет пошла работать, я в 14 лет свой первый миллион заработала, у меня было достаточно много денег. А как можно было миллион заработать? На сетевом маркетинге, в компании Эйва, рекламировать можно? А, вот я дура не знала, а, мне что же предлагали? Я выросла на Эйвоне, понимаешь, я восхищалась тетками, которые зарабатывали огромные деньги, просто продавая людям. А куда деньги делали? Ну, я была маленькая, именно на счету копились. Я оформила свое, ну, там по ЭП же работают, если ты хочешь выполнять программу успешного бизнесмена, я сделала все на сестру, потому что мне было 13 с лишним, почти 14, и сестра моя, она уже имела документы. Ну, окей, ты, значит, уже с 13 лет была сильно умная, самостоятельная. Мне кажется, самостоятельная всегда была. Вот я говорю, самостоятельная, у тебя своя программа. А вот как пришла? Что такое программа? Своя программа действий, то есть не так, как принято, а ты сама выстраивала свою жизнь. Ну, а как так получилось, что ты дошла до идеи? Да танцы хрен с ними, дошла до... Самый интересный вопрос, блин, и не даешь мне ответить. Ну, что я тебе говорю, с такой попой вальс будешь танцевать, и уже пойдут разговоры про стриптиз. Единственное, что не умею вальс танцевать. Я тоже не умею, ну нафиг, я обязательно на ногу наступлю. Я тоже, и потом, вот эта вот фраза, я веду, понимаешь, в танце. Меня приглашать нереально, мне все время мужчина говорит, прекратите меня вести, я вас должен вести. А я как? Извините, я ведущая у меня. Извините, я ведущая. Вот, мне кажется, ты такая же. Это самое, хотела к журналу перейти, забыла про самое главное. Макс, зачем ты тебя на наркоту подсадил? Слушай, наркота не моя. Точно? Самая большая наркота, это капучина. То есть ты самая без наркоты такая вот, да? Я пью 8 больших стаканов кофе в день, и для меня это норма. Если я пью меньше, я не понимаю, что происходит. И так уже с 2008-2010 года. Ну, понимаешь, да? Раньше я думала, что идти, короче, ну, мне пофиг на слухи, честно. Нет, потому что ты такая энергия. А, потому что я такая, так я такая с детства. Вот, поэтому думаю. Бешеная. Ну как, она же не может быть такая без наркоты, наверное, она это. А, нет, ребят, приходите. Разочаровываешь ты. Капучино 220 рублей стаканчик. И все, 8 стаканов в день, кстати. Кстати, самый дешевый наркотик, наверное. Что ты обобщаешь все время? Разговаривай со мной. А, подожди. Я здесь детка. Блин, просто я не могу на тебя смотреть в таком сексуальном образе. И сама меня нарядила интересное кино. Слушай, а вот блок-магазин, как пришла эта идея? Это твое детище или Макс? Мое детище я его открыла еще до встречи с Максом. Мы еще не были знакомы. Но благодаря этому проекту мы с Максимом встретились. Ходят слухи, что ты собираешь с людей бабки, печатаешь их в журнале. А журнал на самом деле как такового нет. А там всего 2-3 издания ты как бы этим, кто заплатил бабки, даешь и говоришь, у нас журнал. Что ты скажешь этим гомникам? Точек распространения по Москве, почтовая рассылка. Пусть пройдутся. Пусть вообще легко. Ребят, у нас на сайте, у нас есть распространение блок-магазин. Оно называется «Где найти блок-магазин?». Ты заходишь туда по ссылочке, и там логотипы компании, где находятся наши печатные версии. Ты нажимаешь на каждый логотип, переходишь на локацию, ну не считая тех, допустим, как пенсный оптик, у которых 130 точек. В любой пенсный оптик зайди, там будет журнал «Юнт Хеллф». Зайди в любую нашу красоту, ну ты знаешь, да, наши точки постоянные. Там всегда есть журнал «Блок-магазин». Каждый из них, просто те люди, которые не печатались, которые не знают, которые просто видят со стороны, но их никогда не было в журналах, они могут так думать. Я скажу, почему. Почему? Потому что в Москве лично по нашей базе больше 30 несуществующих журналов, понимаешь? И мы их блокируем, мы их не пускаем на наши мероприятия. Мы не печатаем их редакторов, шеф-редакторов, их моделей. Мы не печатаем их на страницах наших журналов, потому что я считаю, что это мошенничество. Ну, понимаешь? Когда мы паримся и делаем эту работу, когда у нас 150 человек в команде, когда мы верстаем круглосуточно, проверяем, переводим на разные языки, выпускаем журналы в разных городах, и нам фурами едут эти журналы, и мы чуть ли не сами таскаем эти пачки, да какого хера кто-то будет брать, выпускать что журналов и говорить, что он журнал? Ну, хера не хера. Почему мы должны их уважать, почему мы должны с ними работать, если их нет? Согласен. Слушай, а кто читает эти журналы? Вот я тебе честно говорю, вот я не читаю даже, а просматриваю только тот журнал, где мою морду напечатали, там я посмотрю. Ну, естественно, читать свою статью второй раз точно не буду. Вот нет такого журнала на сегодняшний день, раньше, да, я читала «Карабар» или «Космопольтон», нет такого журнала, если честно говорю, чтобы я пошла, купила или даже бесплатно взяла, думаю, в туалет поставлю, пролистаю, может, когда-нибудь, да, все веселей. Нет такого журнала. Вот кто их читает, кому они нахрен нужны? Это же амбиции чистые. Вот. Ты как психолог должна знать, что есть тонкая прослойка самодостаточных людей, которые не будут это делать, как ты сейчас говоришь. Но это очень тонкая прослойка общества. Понимаешь? А, хоть я где-то в тонкую скажу. Окей, ты входишь, ну, ты же сама знаешь, как у тебя идет склад ума, как у тебя твое мышление работает, как ты себя чувствуешь внутренне, как ты себя видишь внешне, как к тебе относят окружающие, насколько ты знаешь аудиторию, с которой ты общаешься, понимаешь? Ну, а про журнал. А есть огромное количество людей, которые просто хоть на секундочку мечтают оказаться рядом с такими, как ты, пообщаться, увидеться, сфоткаться, черт возьми, или сказать «Я была на том мероприятии, где была Скоколская и Прель», понимаешь? Слушай, как мне нравится эта связка. Вот, понимаешь? И они, когда, допустим, они вносят, пытаются попасть в списки на мероприятия, чтобы прийти там и вас увидеть, вас и нас, они не все попадают, далеко не все. Мы очень многим отказываем, в списки их не вносим. Тогда они думают, блин, вот когда-нибудь настанет момент, и я проснусь, и будет мое интервью в блог-магазин, и я туда приду как гость. Ну, все равно это такая детская мечта оказаться на обложке журнала. И ты это мечту реализовываешь, ну, хотя бы там, да, на подворотне. Я сужу только по себе. Когда я танцевала Го-Го, бегала по кастингам, работала моделью, я по семь кастингов в день на высоких каблуках, понимаешь? И чтобы попасть в журнал, ты год бегаешь, черт возьми, чтобы тебе вот столечко вот в журнале о тебе написали. Слушай, а, кстати, как ты бегаешь на каблуках, это офигенно, это офигенно. Ты бегаешь, а у меня ноги пульсировали, болят, понимаешь? Тебе же я чувствую. Ты с такой легкостью. У тебя профессиональные модели на показе падали и падали, падали и падали. Понимаешь? А когда же ты в постели, мать? Ты знаешь? Ты, наверное, там мужик просто, он тебе не нужен, мне кажется. Он так, ты, наверное, уже забываешь, он там есть или нет. А вот, кстати, нет. Что, спокойная? Там ты успокаиваешься? Нет, я очень разная. Да, нет, нет, да, да, да. Ты знаешь, все по настроению всегда. Да? Да, потому что... А можешь сказать, голова болит? Ой, нет, у меня, кстати, голова никогда не болит. Ну, поняла, по какому поводу. Моему мужу повезло, черт возьми. Детка, вы живете всего сколько? Мы три года. Три года? Мы три года знакомы, три года мы живем, три года мы муж и жена, чтобы ты понимал. То есть у нас не было встречаться, ходить по паркам, в кино. Мы когда с ним познакомились, я сказала, вот эти вот все парки, погулять, потратить время, мне неинтересно. Говорю, мне дела. Интересный подход. Я думаю, ты его уже этим зацепила. Нет, я ему вообще сказала, я замуж не собираюсь, давай до свидания. А это вообще мужиков сразу подстегивает. Только скажи, замуж не хочу, они тут же захотят тебя завоевать и у Володи замуж. Вот так сразу и получилось. Я тебе про что и говорю. Я, кстати, никогда об этом тоже не думала. Я вообще считала, что я видела маму и видела папу, кучу детей. Мама бесконечно что-то готовит, убирает. И я не хотела такой жизни. Я хотела совершенно другой, я хотела быть успешной, компанией, развиваться, чтобы это было все международное, чтобы была большая команда. Я давала людям работу, понимаешь. И когда мне говорили, выходи за меня, я тебе все дам, вот ты можешь ничего не делать, фраза ничего не делать для меня равна смерти. И мне кажется, еще фраза выходи за меня, то есть быть за кем-то там стоять, это не про скакусь, она все равно выскочит вперед и скажет, давай так вы за меня. Что я под ком и зря себе мутила. Слушай, теперь вторая твоя история, блогер, блогер. Вот ты мне расскажи. Я только учусь. Как учусь? Ты мне это самое. Нет, написано четко блогер. Ну просто ты же понимаешь, слово популярно. Забиваешь блогер, я сразу в топе с блогерами выхожу. Ты что, мне сбрехала, что ты блогер? Нет, ну я занимаюсь, я очень много открывала блогов и закрывала их. Очень много. Ну короче, опыт у тебя есть? Опыт есть, но я понимаю, что работает идея. Если нет классной идеи, если нет постоянно вдохновения, чтобы это людям держать как на крючке, да, допустим, как у тебя. Кстати, на тебя она смотрелась, решила тоже интервью брать. А кстати, многие. Я смотрю одна моя знакомая передача. Вырезать это, вырезать. Видишь, я тоже вдохновляю. Да, ты очень молодец. Ну у нас с тобой энергетика похожа на самом деле. Вот я смотрю, у нас энергетика похожа и ногой закачала. У меня имидж просто другой, понимаешь? А у меня вообще нет никакого имиджа. Про меня вот другие слухи ходят, понимаешь? Блин, какие! Про тебя, что ты стриптизерша, наркоманка, а про тебя? А про меня там, когда ты меня пригласишь на свою программу. Я тебя спалила! Знаки, знаки, знаки. А плёточка бы мне пошла, скажи, Таня. Я уверена, она на тебе в сумочке лежит. Не пали меня, детка. А ты сама не пали себя на всю страну. Слушай, на всю страну мне нравится. Значит, всё-таки мою программу будут смотреть. Иначе никак. Слушай, Танюха, а галочка синяя, что это обозначает? А у меня нету. У тебя нету, да. Вот, говорит, публичная личность, то тогда галочка синяя появляется. Но есть такие публичные личности, а у них нет синей галочки. Что это такое в Инстаграме? Если говорить о синей галочке, то верификация является подтверждением личности, налогоплательщика, допустим, что касается Америки. То есть если ты принимаешь на себя публичные все обязательства по налогообложению, всем моментам, тебе могут поставить галочку, даже если ты не артист. В Америке другая система. У нас здесь, если ты, допустим, грубо говоря, есть телеканал ТНТ. Так. У ТНТ есть артисты, там, Бузова, комедианты, вот все. ТНТ получает галочку и всем своим официальным лицам ставят автоматические галочки. Если ты поешь песню, твоя... А когда у них была психологом официально на ТНТ, охеренно, и мне галочку не поставили. Алло, ТНТ? Я слепка без галочки. Не, ну правда, че? Вот, смотри, компания, она подтверждает своих персон и ставит им галочки автоматически. Ты можешь прийти на шоу, там 30 участниц. Чтобы не искали фейк-страницы, находили сразу этого участника, это шоу может всем своим подопечным, да, 30 участников в один день поставить галочки. То есть это система верификации по тему. А купить эту галочку можно? Можно. То есть это все тоже фигня? Можно 200 тысяч рублей. И ты с галочкой. Я без галочки. И ты не только галочка. Ну ты можешь быть артистом лейбла, лейбл получает галочку, даже если там три песни. Три артиста у каждого по песне. Получить можешь галочку. Не, ладно, я денег хочу, не хочу галочку. Я хочу много денег. А ты че хочешь? Много денег хочешь? Хочу много. Ну это моя история. Вот пригласишь меня на свою программу, будешь мне вопрос задать. Как узкая? Я же не психолог, я же такое не спрашиваю. Я же спрашиваю, ты носишь русское или не носишь? А узкое? Скоро на узкое ношу. Я такая русская, но все такое узкое. Слушай, ну вот смотри, ты говоришь, ты насмотрелась на мою инсту и даже вдохновилась. Нет, я насмотрелась, знаешь, что, не только на твою, я посмотрела, что три года назад мне пришло одно предложение, у меня был блог, он назывался «В спальне Ускаковской», и я там отвечала на вопросы моих подписчиков, которые, они всегда были одни и те же, я выбирала часто повторяемые и на них отвечала. И у меня вышло где-то около 30 выпусков, и я поняла, что в принципе вопросы закончились, понимаешь? Я поняла, что нельзя вести блог, когда можно исчерпать себя вот в этом направлении. А чтобы не исчерпать себя, единственный вариант – это приглашать разных персон, у каждого своя история, и тогда это исчерпать будет невозможно, понимаешь? Потому что персон, их неограниченное количество, и каждый из них – это целая история, это целая легенда. А тебе не кажется, что сейчас дефицит, я сейчас говорю серьезно, с персонами? На самом деле, если раскрыть этот фантик, там такая пустота. Часто бывает. Дефицит персон, что часто? Назови мне эти персоны. Те люди, которые называют, Тань, давай откровенно называют себя звездами, это не звезды, это хрень собачья. Ну, начнем с того, что звезды, в принципе, себя не должны звездами называть. Ты знаешь, про что, какой смысл в это вкладываешь? Да. Про блогерство сейчас говоришь. Узнаваемость. Да, что подписчиков дофига. Ага. Не, да, про блогерство, давай про звезды. Они все называют себя звездами. Но это тоже относится и к блогерству в том числе, да. Вот написал, я блогер, другими словами, я такой крутой, меня все знают, никто тебя не знает, и ни хрена ты не крутой. Но если, знаешь, как говорить, сладко-сладко-сладко, и они надеются, что ты когда-то во рту станешь сладко, да. Но вот это не происходит. А иногда происходит. Да. Но ты, как вот человек, который говоришь о том, что можно раскрутить любое там имя и все такое. Можно раскрутить, конечно. Какая методика? Что? Методика одна всегда была, есть и будет. Бесконечный труд. Реально. Можно взять лопату и землю копать. Можно взять какашку и сделать ее самой модной какашкой, я тебе честно говорю. Но это нужно сделать правильно. Систематически, во-первых, это нужно постоянно инфоповоды, постоянно нужные места, нужные люди. А это нужно вкладываться в изложение вообще никак. Вот смотри, ты сейчас рассказала тенденцию современной истории. Ты не сказала мне, надо найти интересную личность и сделать из нее вообще бомбу. А ты сказала правильную историю, надо взять какашку. Почему сейчас берут какашку и что-то пытаются изобразить, что это алмаз? Потому что people have it. Понимаешь? Я понимаю. Ну а ты представляешь, что бы было, если изначально взять хороший материал? Почему берут говно? Ты пойми, вот, потому что у хорошего материала есть порода. Ты скажи породистому человеку, иди в трусах пройдись по МКАДу. Ты думаешь, он пойдет? А только ты. Да у меня, я косвенный потомок, там, я не знаю, Петра Первого, да меня потом все мои эти, они там в гробу перевернутся. Он не пойдет. А какашка пойдет. И сделать хайп. И на этом хайпе она сыграет, выиграет, заработает кучу денег. А вот будет достойный человек, я не знаю, там, из Голицыных сидеть и из голоду помирать, потому что не пойдет в трусах по МКАДу. Не пойдет. И мухайп этот не нужен, он достойный человек. Елена Образцова, оперная певица, казалось бы, оперная певица Елена Образцова. И когда она участвовала в спектакле БДСМ, возвращаясь, все это темы не уходит, то есть она плетки себе накупила. То есть, ты представляешь, оперная певица, и вдруг в этой истории, у них там с Виктюком не сложилось, но она репетировала это все, у нее загорелись глаза, она говорит, меня осуждали все. Потому что как это так, да, вот где опера, она дива такая оперная, и где вот это БДСМ. Человек с такой харизмой, человек с такой породы, и она не побрезгла. Потому что, так этот хайп, этот хайп другого уровня, он даже не состоялся, о нем многие знают, и вспоминают, и говорят. Я просто не могу понять, зачем, зачем, а с другой стороны, я понимаю, потому что проще манипулировать вот этой какашкой. Ему сказали, сними трусы иди, она и снимет. И, кстати, а тебе не кажется, что каждый, кто снимает трусы, они уже надоели своими трусами? Вот это тоже перебор. Да не надоели, и не надоедят. Танька, сними, покажи, подними мне рейтинг. Я даже вижу глаза, как красиво. Я тебя видела, Купка. Это ты меня нарядила. Вы посмотрите просто, о каком рейтинге она еще говорит, я не понимаю. Это природа. Я могу только вот так сделать, как Лера Фроз. Сделай еще раз. А я не очень хорошо умею, как она. А что может заставить тебя с Максом расстаться? А, мы не обсуждаем такие моменты. Я считаю, я человек, который живет одним днем. У меня есть сегодня. Мне говорят, Тань, как ты говоришь про сегодня, когда у тебя Италия, Франция, там ла-ла-ла. Я говорю, я сегодня думаю о Италии, Франции, и Лондоне, и Дубае, и Америке. Сегодня, здесь и сейчас. Как я буду завтра думать, я не знаю. Поэтому так же и в семье, так же и в делах, так же и в проектах. Здесь и сейчас я знаю, чего я хочу. Я знаю, куда я иду. Я знаю, какие у меня планы, идеи, желания. Да, может быть, они сумасшедшие. Но я думаю о них здесь и сейчас. Хорошее сумасшествие, оно тоже залог успеха. По-хорошему мы сумасшедшие. Я тоже так считаю. Вот только я не знаю, по-хорошему я или... Поверь психологу. А, ну, спасибо. Ку-ку кто-то мог. Такого же ку-ку кто-то мог. Моя отличная команда. Поэтому мы вместе. Слушай, а мне прямо, знаешь, вот Таня как-то, Таня, Таня. А вот тебе прямо хочется по фамилии Скаковская. Вот Скаковская. Это вот мое любимое. И я люблю, когда меня... Тань много, Скаковская одна. Да, и мне нравится, когда мне не по имени, а Прель-Прель. Я прям... Прям... Да? Прям вот то, что надо. Слушай, я ненавижу этих советчиков. Ну, вернее, можешь мне советы? Я плевать хотела на эти советы. Я могу послушать, могу... Сама понимаешь. А тебе приму совет? Как мне поднять, как говорила мне Ольга Спиркина, не говори рейтинг, скажи рейтинг. Рейтинг моей инсты. Какие там... Что надо такое сделать, что прям вот вау должно случиться? С какой целью ты хочешь это сделать? С какой целью интересуешься? Нет, мне очень нужно понимать, понимаешь? Приходит персонал. Чтобы выросла моя известность, популярность, стоимость моего поста. Сколько сейчас стоимость поста? Не скажу. А что я это не скажу? Ну, скажи. Не скажу. Это коммерческая тайна. А вдруг кто-то скажет, нифига себе, мы думали упрель больше. На хрена я буду говорить? Это все индивидуально. Я целью назначаю. Больше, большинство скажет, меньше, я думаю. Таня, я смотрю по часам. Честно. Прежде чем называть цель, я смотрю по часам. Это что значит? Ну, если часы дорогие, пусть дороже. Че, дуры что ли? Блин, я даже не сообразила. А сколько твой пост стоит, окей? Честно скажу, очень редко продаю посты. Я как пропагандист русской моды. Нет, вообще запросов очень много. Но запросы знаешь, какого характера? Ладно, сколько стоит, скажи. Запросы характера. Кока-кола, там, Лейс, Боржоми. То есть компании, которые не являются русским производством, деньги наши с этих продаж, они уходят за бугор. Я за российское производство, я за продвижение нашей страны. Я за то, чтобы она выходила за границы, понимаешь? Сколько стоит пост? Че ты мне мозги компонсируешь, а? Ну, вот я тоже по часам просто смотрю. Быстро учимся, детка. А, я теперь подаю. Ладно, говори, короче, как мне поднять свой рейтинг инсты? Почему рейтинг, а не рейтинг? Потому что Ольга Спиркина велела говорить о рейтинге. Приказала, обожаю приказы раздавать. Я слушаю ее рекомендации. Слушай, вот очень важна цель, да, ты говоришь, ты хочешь, чтобы у тебя выросла твоя ценовая политика по продаже постов. Ну, допустим. Вот, тогда ты должна выбрать направление движения твоего инстаграма, кому ты хочешь продавать посты. Потом ты должна для этих компаний стать интересной. То есть, вот у нас есть Оля Бузова. Оля Бузова не выкладывает рекламу Диор, Шанель, Эрмес. Почему? Потому что ее аудитория молодежь. Молодежь, если придет к маме и скажет, мама, я хочу туфли, как у Оли Бузовой Джимми Чу. Мама им что скажет? А моя аудитория таблетки от климакса, что ли? Выключи-ка свою Бузову и больше не включай, понимаешь? А моя аудитория таблетки от климакса, что ли? Ну, ты преувеличишь, конечно. Это, конечно, я поняла, что ты меня провоцируешь. Детка. Смотри, тебе нужно выбрать аудиторию, на которой ты хочешь работать. Допустим, моя аудитория там 25+. Люди, которые сами зарабатывают, с проблемами, которым нужен психолог. Ты должна быть интересной для них, понимаешь? Ты должна давать контент. Не я туда пошла, сходила, не я вот здесь вот сидела, не я вот здесь вот смотрела. У меня нет такого. А ты должна вести блог о том, что ты частично даешь информацию, которая есть у тебя в голове, и они будут понимать, блин, она вот этому помогла, этому помогла, мне точно поможет. Да я всем парам на ТНТ «Спаси свою любовь» помогла. Они такие отзывы написали. А Инстаграм этого не видишь. Куда ты скачешь? Инстаграм. Видит, я все очень грамотно. Не училась на пиарщика, а все очень грамотно делала до эфира. Во время эфира выдирала вот это, где меня хвалят. Это я целую историю проделала. А чем пиар отличается от рекламы? Всем. Ну, я не понимаю. Ну, реклама – это рекламная кампания. Ты делаешь видеосъемку или фотосъемку и делаешь посев. Это называется реклама. Посев, то есть это телеканалы, это блоги, это журналы, это печатные, это билборды, это рекламная кампания твоя. Она, допустим, идет год, и ты туда вкладываешь, допустим, 30 миллионов рублей. И все. И целый год вся Москва и Подмосковье, где твоя аудитория, пестрит тобой просто с каждого угла. Прель, 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 прель. И все такие, бля, кто ты, прель? Пойду схожу, знаю, кто такая вообще. Понимаешь? А пиар – это приехала ОМОН, прель, закрутила, арестовали за то, что она вышла без трусов на МКАД. Поняла? Пиар – это событие, это инсоповод. Его везде, его со всех углов тащат те, которые хотят собрать просмотры на твоей новости. Поняла? Понятно. И ты пиаришься, у тебя только смолкло то, что ты по МКАДу без трусов, тут через три дня, блин, ты разводишься с мужем. Через неделю, блядь, она уже выходит замуж. Ты, блядь, что ты, прель, такая неугомонная. Вот это пиар. Вот так рождается сплетня. Вот это грамотная стратегия. Да, это весь пиар состоит из своего рода сплетен, но эти сплетни должна пускать сама персона, либо ее команда. Понимаешь? Да. Это не имеет права делать другое, это противозаконно. Давай эксперимент проведем. С какой скоростью сплетня вернется к тебе и ко мне? Я запускаю сплетню про тебя в шоу-бизнесе, а ты запускаешь сплетню про меня и посмотрю, как со словами только никому не говоришь. Только я замуж не пойду. Ладно, Танюк, смотри, перестаю тебя мучить. А ты меня не мучишь? Это я тебя мучаю. Я хочу думать, что я тебя мучаю. Ой, не надо, пожалуйста. Танюк, смотри, я сейчас, заканчивается программа, вот, я сейчас выставляю пост. Расплетень получишь. Я сейчас выставляю пост. Что такое, там уж какие-то хэштеги я должна поставить, что такое написать, тра-та-та-та-та. Вот сейчас давай мне рекомендации, я сделаю, как говорит Татьяна Скаковская, я посмотрю, у меня будет больше лайков и комментов или нет. А что ты хочешь там выложить? Двух сексуальных девушек, ты и я. А почему ты хочешь, чтобы там было больше лайков? Потому что я тебе дам рекомендации, как его правильно выложить? Я хочу проверить, как работает твоя рекомендация. Ну, тогда ты неправильно думаешь. А как надо? Давай, сделай, как надо. А выложить двух красивых девушек, вот я же тебе выкладывала, мы выкладывали с тобой фотографию вместе, я выкладывала к себе, ты выкладывала к себе. Ты увидела какой-то взлет охватов? Нет, что-то я не обратила внимание. Потому что это просто картинка, там нет смысловой нагрузки. Ну, встретились и встретились, ну, красотки, красотки, сосочки, сосочки. Нет, мы программу снимаем, ничего себе. Мы программу снимаем, дальше будет. Окей, мы программу снимаем, что ты там напишешь? Я офигенно пишу. Да я знаю, я говорю, что под постом напишешь? Ну, я подумаю, что напишу. Давай сейчас импровизация. А хэштеги имеют значение? Смотря что ты хочешь. Если ты хочешь, чтобы твой пост вылетел в топ, ты можешь вообще тупо поставить смайлик, выкинуть и только через 10 минут вставить туда текст. И тогда у тебя будет возможность вылететь в топы случайные. Ну вот, наконец. А ты это не знаешь? Я это не знаю. То есть сначала смотри, то есть я сначала выставляю, ставлю смайлик, просто тупо, без всяких этих, да? Тупо можешь хэштег прель поставить. И все. Привет, прель, привет, прель. А потом что? А потом я редактирую и уже вот это прель. А потом, типа, ты вот фотку выкинула и думаешь, какой текст написать. Там 10 минут его пишешь. Вот эти 10 минут, пока ты будешь писать, есть возможность, что... Круто. А еще такие фишки. Еще парочку, я от тебя отстану. А еще что? Фишки, знаешь, какие сейчас очень важные есть по Инстаграму? Это то, что ты каждый день должна выкладывать за 24 часа хотя бы один пост и минимум 15 сториз. И в каждом твоем... А почему на 15, а не 16? Сейчас расскажу. 15. Раньше было 3 минимум, когда сториз только появился, а сейчас 15. Если ты выложила меньше 15, то на твои охваты особо не влияют. То есть у тебя там будет количество просмотров, на статистику страницы особо не будет влиять. Так. Твоя страница должна быть активной. Вот хороший пример Оля Бузова, опять же. Да ты загрался, Бузова. Она очень грамотно ведет Инстаграм. Она реально работает через Инстаграм. Ты посмотри ее сториз. А что, она работает, у нее целая команда работает. А я одна до всего, до Петри. Она, она, какая у нее целая команда, мать. А что, нет, что ли? Да, 5 человек у нее команда. Она умница, она херачит сама круглосуточно. Вот эти все сторизы, она свой Инстаграм ведет сама. Сториз, потому что она и херачит. Она все делает сама. Там большой ума не надо им сториз херачить. А что ни херачишь? Я не знала, что 15 надо. 15 это минимум каждый день. Так, значит, 15, выставлять каждый день пост. Сториз каждый день, 15 штук, пост хотя бы один. И один из трех желательно, чтобы было минутное видео. А, минутное видео. Минутное видео, не которое вот так листается, как карусель или слайдер называют. А именно это должно быть минутное полноценность. Ну, 40 секунд можно. Ну, разговорилась под конец. А 4 обязательно... Посмотри на нее. А 4 комментарии обязательно, тогда Инстаграм это считает за комментарии? Если, смотри, смотри, нет, не 4 комментарии. Ой, 4 слова. В каждом комментарии минимум 4 слова. И на каждый комментарий ты, как владелец страницы, если ты подключена к бизнес-аккаунту, ты обязательно должна ответить в течение часа. На каждый комментарий? Каждый. Ты заметила, там, девочка, ты смотришь, у нее, блин, 2 миллиона, там, 2000 комментариев, из них 1000 ей написали, а на 1000 она сидит сердечки в ответ. Ну, так это же всю жизнь, если у тебя бизнес-аккаунт, и ты не отвечаешь на комментарии, твой аккаунт не лояльный. А смайлик это ответ? Ну, это плохой. Смайлик ответ? Ну, все так делают. Ну, это считается ответ? Поэтому нет информации. Ты должен написать, ответить, хотя бы один коммент отправить. Да? А ответ тоже из 4 слов должен стоить? Вот это нет информации. Я думаю, что это не принципиально. Я думаю, что смайлика достаточно. Иначе я сама что-то неправильно делаю. А с вами была Татьяна Сококовская, которая хоть что-то не знает, стоит ли 4 слова писать в ответе или нет, а то ошибка умная. А с вами была неугомонная Татьяна Сококовская, которая хоть что-то не знает, 4 словами там отвечать нужно или нет, и ваш психолог Светлана Апрель. Браво. Ты молодец. Ты молодец.